Наши дорогие казахстанцы, сегодняшний наш пикет есть здесь, чтобы показать, что мировая общественность, Польша, очень заинтересована тем, что творится в Казахстане. После последней акции, которую проводила Розлана Таукина с организацией журналистов в беде, когда она пробовала после конференции выпустить вот такие шары с фамилиями журналистов, посаженных в тюрьмы в Казахстане, к ней подбежали представители прокуратуры, полиции и люди с камерами, которые потребовали от нее прекратить свою акцию, то есть акцию выпускания шариков в небо, и сказали, что она будет наказана. Хотя Розлана Таукина выпустила эти шары, не говоря ни одного слова, потому что чуть раньше, когда в другой акции она выпустила шары и сказала несколько слов в защиту журналистов, которые находятся в тюрьмах, ее наказали наказанием в 500 долларов. Сегодня мы хотим показать, что мировая общественность хочет сказать, в настоящем демократическом государстве можно выпускать шары, можно говорить в защиту журналистов, устраивать такие, как мы сегодня, пикеты, в защиту журналистов, которые находятся в Казахстане незаконно в тюрьмах. Это Рамазан Исергепов, это Арон Атабек, это Евгений Жовчин, это Кучуков с газеты «Время» и многие-многие другие, которых фамилия сегодня здесь есть на этих шарах. Мы хотим сказать вольному Казахстану, демократический и вольный Казахстан полностью будет тогда, когда не будет вот такого преследования акции свободных людей, таких как у Разланы Таукиной. И можно выступать, как мы сегодня здесь, в этой свободной Польше, с пикетой и выпускать шары в небо. И даже польская полиция нас здесь охраняет, а не преследует так, как это есть на самом деле в Казахстане. И мы хотим сказать, что здесь до Польши и до мировой общественности в этих днях очень широко обсуждается и то, что Назарбаев хочет без выборов. До 2020 года Назарбаев и его парламент хотят продлить полномочия Назарбаева без выборов. Только что был референдум до 2020 года правления Назарбаева. Мировая общественность говорит, что это не демократично. Об этом уже выступили представители ОБСЕ, выступили представители Европейского Союза. Все одним голосом говорят, это нарушение обязательств, принятых на себя Казахстаном. Это нарушение прав элементарных казахстанцев. Потому что каждый казахстанец имеет право на голос. Каждый казахстанец имеет право выбрать и президента, и парламента в выборах. И выборы должны быть прозрачными и демократичными. И если сейчас будет референдум проведен через парламент, в котором есть одна партия, Нур-Атан, шефом которого является тот сам же Назарбаев, который хочет править до 2020 года, это получается 30 лет. Этому мировая общественность не дает своего согласия. Как сказал господин Ленарчир, чтобы воя, получается, что Казахстан будет 15 лет. Представляете себе, 15 лет без выборов. На этого мировая общественность говорит нет. И об этом мы сегодня говорим здесь, в Польше. Польская общественность тоже заинтересовалась очень этой новостью. Польская общественность неравнодушна тому, что творится в Казахстане. Мы сейчас выпустим эти шарики в небо, и один из них, вот этот красный, там написано, вот этот красный шар, там написано «Свобода слова в Казахстане». Мы хотим, чтобы свободу слова в Казахстане выпустили на свободу. Выпустили на свободу с когтей полиции, когтей прокуратуры и органов, которые преследуют свободу слова в Казахстане. Первый шарик, вот этот красный, это «Свобода слова в Казахстане». «Лети, свобода слова!» Он на свободе. Теперь мы выпустим наших журналистов на свободу, о которых мы сегодня говорили. Летите в небо, обращаемся к Казахстану. Выпустите журналистов на свободу, как мы здесь, в Европе, выпускаем эти шарики в честь журналистов в Казахстане. Летите! Летите на свободу! Это знак, что журналисты здесь, в Европе, на свободе. Летите! Спасибо большое! Дюнкуйя бардзу!